Всем привет! В этом видео мы создадим новый компонент, добавим модификацию компонента и набор файлов для этой модификации. Мы находимся на странице профиля пользователя. Для создания компонента нужно перейти на вкладку «Все компоненты». Кнопка «Создать» для создания компонента отображена в правой части страницы. На странице создания компонента указывается актуальное состояние, тип компонента, тип доступа к компоненту, его наименование и описание. Укажем только наименование и описание компонента. Далее нажимаем кнопку «Создать» для создания компонента и перехода к его редактированию. Это страница настройки и редактирование компонента. Тут происходит редактирование всех данных компонентов. Тут может быть указана лицензия компонента. Это раздел «Управление модификациями компонента». В этой области происходит управление файлами модификации компонента. Тут добавляется набор файлов для модификации и происходит управление связанными с ними файлами. В этом разделе обновляется основное изображение компонента для его отображения в каталогах компонентов. Тут задаются характеристики и параметры компонента. Это раздел для управления файлами компонента. Добавление связи компонента со стандартами происходит тут. А управление информацией о поставщиках компонента тут. Это поле для связи компонента с каталогами. В этом указываются теги. Это вся страница для настройки и редактирования компонента. Теперь добавим модификацию и набор файлов для этой модификации. Для создания новой модификации компонента нажимаем на эту кнопку. В этом модальном окне указываем информацию о новой модификации и нажимаем кнопку «Добавить». Теперь мы можем добавить новый набор файлов для этой модификации. Нажимаем кнопку для добавления набора файлов и в открывшемся окне выбираем нужную программу. Тут также доступен функционал для загрузки файлов «Выбранный набор файлов». Теперь откроем страницу этого компонента для просмотра изменений. Вот создан набор файлов. Нажмем сюда, чтобы просмотреть файлы этого набора. Файлов нет. Для просмотра информации о модификации нужно нажать на эту иконку. В модальном окне появится наименование, описание и информация о состоянии этой модификации. Благодарю за просмотр.